Так говорит Дух Святой, «Дитя, я знаю, что ты пережила боль измены. Но когда ты согрешаешь, дитя, когда еще смотришь по сторонам, когда прелюбодействуешь с миром, ты делаешь мне так же больно. Я не вижу необходимой серьезности, дитя. Очень высокое призвание. Ты должна отвечать этому уровню». Аминь. «Мир вам, братья и сестры, христиане!» Вот это пророческое слово было к одной из сестер нашей поместной церкви. И вот часто христиане, братья и сестры, когда согрешают, не придают особого значения и нет той серьезности, как было сказано. Понимаете, как воспринимается измена? Если бы, например, муж сказал жене, жена заметила его в измене, и говорит, почему ты изменяешь мне? Он бы сказал, что ну что ты хочешь? Я шесть дней с тобой, а один день с другой. Я же больше с тобой. Понимаете? Вот так часто христиане рассуждали. Ну все-таки я больше стараюсь жить свято, нежели там где-то согрешаю. А мы делаем Господу больно. Невеста, она не должна прелюбодействовать. Любовь к миру, связь с миром, дружба с миром, как было сказано. Нет той серьезности, нет того уровня соответствия, высокого звания и призвания, братья и сестры. Поймите, самый лучший жених в видимом и невидимом мире, наш Господь Иисус Христос, Он, соответственно, изберет невесту, которая будет очень духовно прекрасна. И мы должны об этом не забывать. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok